День за днём Стандартная воскресная еда моя Только-только приготовил, поужинал И сейчас, соответственно, надо всё это дело запить горячим чаем Зелёным, кёртисом Самое время начать Так сказать Ну, самое главное, что хочу Не самое главное, но одно из главных Что хочу сделать Во-первых, сегодня хочу поздравить всех Тань Танюх, Танечек С ихними именинами Сегодня день Татьяны, как вы знаете Кто не знает, теперь знаете И сегодня же день студента У нас, поздравляю всех студентов Будущих, нынешних и бывших К бывшим я тоже отношусь Вот Это есть год Да Так, теперь пошли дальше Как вы, наверное, поняли уже из названия видео Да У меня скоро будет переезд Да, наконец-таки Свершилось чудо Одно из чудес Скажем так В общем Не поверите Куда я переезжаю Даже, наверное, не догадываетесь Переезжаю я, в общем На Беляево К брату с тёткой Да Там, где Точнее, в ту комнату Где раньше жила моя сестра На эту комнату я уже делал обзор Кажется, это было в августе 2013 года Наверное, в конце видео Вставлю ссылочку на этот обзорчик Посмотрите, что она из себя представляет Эта комната Комната хорошая Вот Стоит 17 тысяч Перееду я туда Ну Планирую туда переехать Где-то Понедельник-вторник Да Уже сообщил об этом Здешнему Арендодателю Бабуле По её реакции Я так и не понял Она то ли расстроилась То ли не расстроилась Ну, в общем На моё место уже мой сосед С другой комнаты заезжает Так что Место моё пустовать не будет Вот Ну, а в новой комнате Соответственно Мы там будем жить вдвоём С кем ещё Я пока не знаю Мне предстоит найти Себе Сожителя Так что Я во вторник туда Въезжаю пока один Ну, думаю Комната хорошая Расстояние от Беляева Там минут 10 Пешком Так что Думаю Без проблем И найду себе Сожителем Или сожительницу Я даже не знаю С кем я буду жить Вот И это самая главная Новость сегодняшнего дня Самая наиловнейшая Новость сегодняшнего дня Наконец-то я буду Не знаю В нормальных условиях С постоянной горячей водой С нормальной стиральной машинкой Которая не стоит стирка 100 рублей Да, ну и Вы сами понимаете Кота этого не будет Который сыт и сырёт Под дверями И воняет постоянно Вот А, ну и соответственно Площадь там Квартир где-то побольше Она хоть тоже и трёхкомнатная Но там Мебели просто поменьше Вот Так Теперь из побочных новостей Да, сегодня день Такой насыщенный На новости Был В общем Просыпаюсь я сегодня Часиков в 11 Наверное Блин И знаете Когда вставал С кровати Как-то ногу Поставил Как-то не знаю Не так Или как-то И мне как Калянуло в пояснице И всё И я чувствую Что Что-то не то Как будто бы я Поднял тяжесть Либо меня просквозило Кое-как Поднялся Короче Расходился Туда-сюда Но боль не проходила Давненько у меня Такого не было У меня такое было Пару раз То армии Когда я Не подрасчитал Свои силы Да, там Поднимал Слишком Большие грузы Скажем так Да, там Мы там То шкаф переносили Один раз То матушкин фортепиано Перевозили Там с места на место И в общем Когда это Пару раз У меня схватило То есть я знаком С этой болью А тут раз Ни с того ни с сего Вроде бы Как бы я и не просквозил Нигде Спину На сквозняке Нигде не был Второе Я вроде никак Последние Я не знаю Сколько-то месяцев Уже Тяжести не поднимал Вообще Да, то есть там Тяжелее ложки Ничего не поднимал Скажем так Тут бах Ни с того ни с сего И у меня вот голова Крутится Крутится в голове Думаю В чем же может быть Проблема Из-за чего Это все настало Ответ нашелся Сегодня вечером Стою Значит готовлю Ко мне подходит Игорь Мой сосед В соседней комнате Который вселяется На мое место В мою комнату Ну и спрашивает Что там Как там Соседи Не храпят Не храпят Туда-сюда Ну я же ему рассказал Да Типа вот сегодня встал Так какой-то И клянул его Короче в пояснице Он прям сходу Что кровать Наверное неровная Я говорю Ну да Там как бы В ложбинке спишь Ну тогда понятно Говорит И тут до меня дошло Точно Я же получается Все это время Спал Ну как бы Не на ровной поверхности Да А я постоянно Вот так вот спал У меня постоянно Ну поняли Да И вот оно Пожалуйста дало Ну я его Сразу предупредил Так Игорь Ты сразу там Не надо На моих ошибках Точнее на моих ошибках Научись Да и типа это Постели там что-нибудь Такое пожестче Деревянное Чтобы было это Пожестче Он говорит Ну ясен пень Без проблем Все это сделаю Ну а я теперь буду Какое-то время мучиться Скажем так Болеть Чуть-чуть Так Это была одна из новостей Да такая Связанная со здоровьем Вот Дальше идем Хотел бы подвести итоги Моего пиара У Сливки Чаннел В общем за два дня Пришло Около 200 человек Там примерно 200 210 Может быть 215 Скажу честно Я ожидал большего Но Я и рад этим 200 человеком Да Большое спасибо Что подписались на меня Будем дальше Продвигать Развивать Канал Да кстати Теперь Насчет развития Канала Как бы это сказать Ну знаете Наверное Чадрулетка Есть такое Когда ты общаешься Как он называется Со случайным Собеседником В интернете Да По видеосвязи Так вот Захожу я как-то На канал Ларина Есть такой товарищ Как-нибудь Сделал на него Обзорчик Вот И у него там Это Чадрулетка Ночь на земле Называется Посмотрел Ничего сложного Прикольно Можно посмеяться Даже С людей Вот И как бы Почему И решил Почему мне Такое шоу Не сделать Да И как бы Слово Как бы Уже начинает Надоедать Сегодня Решил Попробовать И вы знаете У меня получилось Да У меня получилось Я что-то Опять слишком Много разговариваю Слишком мало Пью чай Ну зато Он в принципе Остывает Потихоньку Да Еще не лед Но уже И не кипяток Самые те Наверное Градусом 80 Так вот Решил Значит Сегодня Все это дело Записать У меня Все это дело Получилось Да Не с первого Раза Конечно Но Все-таки Раза там Со второго С третьего Нормально Получилось Чтобы там И звук Работал нормально И Изображение Было более Или менее Ну В общем Нормально Соответственно Сейчас Я это дело Монтирую И как бы Выложу На ваш суд Чуть попозже Ну Сегодня Точно Нет Ну Где-то Я не знаю На днях Выложу Посмотрим Что из этого Получится Ну Мне самому Понравилось Мне Я там Прямо Я когда Пересматриваю Сейчас Монтирую Да Я снова Улыбаюсь Короче Там Да Да Весело Весело Получилось Там Еще в конце Будет Такой ролик Там Хочу Заинтриговать Короче Ну В общем В конце Такой будет Промежуток Минут на пять Наверное Там Чувак Проявил Своё творчество Прям так Душевненько Проявил Своё творчество Мне прям Аж за душу Взяло Вот Так Вроде Про все новости Рассказал Про основные Новости Так что Будем Готовиться Морально К переезду Вот Из того Как день Прошёл В общем В целом Ну Где-то Около обеда Проснулся Там То ли в одиннадцать То ли в десять То ли в двенадцать Я уже не помню Точно Кольнуло У меня спинную Весь день С этой спиной Промучился Да Там Чатурлетку Записал Где-то 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 Часиков В семь Либо в восемь Сходил в магазин Купил себе Грудину Куриную Часиков В девять Приготовил Это всё дело Часиков Без десяти Десяти Короче Это дело Всё съел Частично И соответственно Сейчас Начало Одиннадцатого Пью чай Записываю Очередное Видеодневничок За Двадцать Пятое Января Ну На этом Наверное Всё Нет Не всё Отвечу На один вопросик Такой Лёгкий Я в одном Из предыдущих Видеодневников Говорил Какой у меня Вес Что у меня Стандартно Там Шидесят килограмм Да Один из подписчиков Спасил Какой у меня Рост Рост у меня Метр семьдесят В припрыжке Да То есть Если я В туфлях С каблуком Небольшим То Метр семьдесят Если я В кедах То у меня Метр шестьдесят восемь Там Шестьдесят девять Короче Ну в общем Что-то рядышком с этим Да Мелковат Да Вот Конечно бы хотелось Чтобы было Метр восемьдесят Чтобы было Около среднего роста Ну В принципе Я и своим Ростом доволен Иногда бывает В метро заходишь Да Там все Либо твоего роста Либо немного ниже Особенно женский пол Ощущаешь себя Там Прям гигантом Иногда А когда бывает Зайдешь Там одни баскетболисты Ёлки-палки Очень себя Некомфортно Ощущаешь Конечно Ну да ладно Большинство населения У нас все равно Около среднего роста То есть там Метр семьдесят Метр восемьдесят Суть не важна Вот 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 Ну на этом наверное все Теперь уже точно все Всем пока Всем удачи Всем спасибо За внимание Что смотрите Да Ариедерчи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому